Если ты так же как и я интересуешься вопросом как купить игру из России, у меня есть для тебя решение, это Marketplace Case for Gamers. Здесь можно купить игровые ключи как для Steam, IP Game Store и других сервисов, так и без проблем приобрести игры для Xbox, Nintendo Switch и PlayStation. Также есть возможность покупать GamePoint для большинства популярных ММО игр. Ну а самое главное, можно с легкостью пополнить баланс Steam, что сейчас является очень актуальным. Помимо этого, здесь вы можете найти любой софт. А самое главное, что на территории ИРФ можно спокойно пользоваться любыми методами оплаты. Банковской картой, включая мир, так и оплачивать с киви или даже криптой. Но мой промокод даст себе скидку 10% на любой товар. Ссылку найдешь в описании. Ты миллиард раз говорил про точность, вы че тупые, это риторически, я думаю, вопрос. Ага, вот, средняя дистанция. Ну, средняя ты хоть уточни сколько, блядь. Ну хорошо, средняя там 300, да? Круг сведения 0,4. 85% танка противников в окружности. Это проверять надо через тренировку. Танк картонный, стреляешь, снаряд падает в землю. Так. То есть, как я понял, ты утверждаешь, что средняя дистанция... Ну, допустим, Леопард стоит бортом, да? Я буду тебя спрашивать, а ты уж говори. Ты очень понятно написал. Средняя дистанция картонный танк бортом. Как я понимаю, 300 метров, да? 300 метров. Леопард стоит бортом. Если снаряд падает в землю, ну мы, очевидно, не наносим ему урон, да? Потому что снаряд летит в колеса, да? Ну, очевидно. Куда ты звонишь? Ой, в колеса. Ну, ты понял, в ходовую. Пролетает под нищем, мы не наносим урон. Следовательно, нам нужен прицел. Правильно понимаю, да? С точностью 0,4. Сколько это будет? Где-то 0,38, 0,37, да? И тогда, со средней дистанции, если снаряд упадет в землю, мы леопарду нанесем урон. Потому что круг, разница размеров круга будет такая, что не будет цеплять ходовую, да? То есть, слушай, такой вопрос. А если мы сейчас зайдем в тренировку и выяснится, что между 0,37 и 0,4 нету разницы, и он цепляет абсолютно одинаковую площадь. Ну, как там в деньг? В плане поражения. Вот что тогда будем делать? Что будем делать? Тогда я зайду. Я просто поставлю леопарда, просто наведу на него 0,4, блядь, и 0,4 с прицелом. И посмотрю, блядь, какая область в прицеле у меня светится. И сделаю на основании этого вывода, блядь, и все. Нахуя мне какая-то выборка. Вот у меня 0,29. Вот тут сейчас выкатится, допустим, каток танка. У меня в прицеле земля, кусок танка, кусок камня, блядь. А каток вот здесь. Вот у меня круг, нахуй, 0,4. У меня все то же самое, блядь, в прицеле. Ха-ха-ха-ха, блядь. И какая у меня разница, блядь, какой у меня круг, ёб твою мать, блядь. Если оно летит, блядь, в любую из этих точек, я сосухуй, блядь, если оно летит не в центр. И все? Зачем мне, блядь, выборку делать по выстрелам, блядь? Тут поймите, тут даже эта, блядь, тренировочная комната не нужна. Вот, 0,29 танк, 0,29. Это явно точнее, чем 0,4 с прицелом. Я стрелял со 191 метра. Но это даже не средняя, блядь, дистанция. Это уже, блядь, ну, среднеблизкая, нахуй. И он, блядь, упал ниже, и я попал в скос вместо лючка, блядь. Что еще надо, ёптать? Что еще надо? Вот, 0,29, блядь. На месте 0,4 было бы то же самое. На месте 0,37, ну, 0,4 с прицелом было бы то же самое. Вот вам 0,29, блядь. Я выстрелил при вас в Тортиллу 191 метр, блядь. У меня снаряд полетел на пиксель ниже, все, я, блядь, сузалуб. Есть такие видосы с Ютуба. Мне нахуй видосы такие с Ютуба не нужны. Ты мне фактически сказал, что прицел, блядь, меняет точность. Если ты, блядь, основываешь это на каких-то, блядь, видосах с Ютуба, ну, ты долбоеб, я тебе на своем опыте, блядь, говорю. Я тебе... Подожди. Ты про видосы с Ютуба говоришь? Без проблем. Вот тебе видос с Ютуба. 0,29, дебиллойд. При тебе. Ты ж этого не будешь отрицать, ты ж только что это своими глазами видел. Вот тут стояла Тортилла. Вот, вот тут вот, блядь, вот тут. Вот тут у нее был люк. Снаряд улетел на полпикселя ниже, блядь. Я ему попал в скос, не пробил. Это 0,29. То есть ты утверждаешь, блядь, да? Что вот мы имеем, блядь, круг 0,4. И если мы ставим на него прицел и получаем 0,37, блядь. Мы будем стрелять точнее, блядь. Но как мы можем стрелять точнее, блядь, если я только что с 0,29, блядь, Тортилле в люк не попал? То есть ты утверждаешь, что 0,4 под прицелом... Ты утверждаешь, что 0,4 под прицелом точнее, чем 0,29. Но что, блядь? 150 метров. Только что я выстрелил СТ-1 в конверт. Снаряд упал в землю. 0,29. Дистанцию ты видел. То есть... Кого, блядь? А вот сейчас снаряд не упал в землю с 500 метров. И я попал. Ты, блядь, дебил, что ли? Я не понимаю, блядь. Ты действительно дебил. Подожди, ты ж не будешь отрицать то, что ты сейчас видел на экране? Тут стоял СТ-1. Я выстрелил в него с полным сведением. И у меня снаряд упал по нему... Куда ты звонишь? Здрасте. И у меня снаряд упал по нему в землю. Ты ж не будешь отрицать этого, да? Я ж надеюсь, ты не совсем, ну, шизоид, блядь. Ты ж не шизоид? Подожди, ты же не шизоид? Но, но, но. Я пообещал тебе стереть кожу до костей, блядь. Ну, в рамках игры, игры, да? Поэтому, да, я зайду ради тебя в тренировочную комнату без проблем. Если есть кто из подписчиков, оригинал, первый сервер. Может кто-нибудь зайти в тренировочную комнату, блядь? Мне просто, ну, я ничего не буду делать. Мне просто нужно кружочек, блядь, на вас навести. Вон, на малиновке, блядь. Я пока танк, блядь, поищу. Ладно, нет, ты просил 0-4. Значит, тебе нужно сделать 0-4. Давай, сгружаем доп. паёк. Сгружаем доп. паёк. 0-39 получил. Хорошо, выгружаем экипаж, нахуй. Ради тебя, блядь. Всё, ради тебя. 0-4 получили. 0-4. Так, теперь нам надо как-то... Блядь, чё, у меня голду-тар... Ладно, ради тебя, блядь, всё, что угодно. Ради тебя, блядь, что угодно. Ради тебя я готов. Ради... Я не могу просто тебе отказать в этом, блядь. Всё, 0-4. Всё? 0-4. Куда мы можем целиться? Ну, очевидно, срак там, чтобы поджечь. Ну, и я стреляю всегда под башню. Почему? Ну, очевидно, площадь поражения побольше. Вот сейчас мы имеем разброс, да, точность, так называемую, 0-4. Смотри, я стреляю, чтобы максимально именно тебе было выгодно. Стреляю под башню. Чтобы и низ поразить можно было, и вверх. Что мы имеем в прицеле? 0-4. Мы имеем башню. Имеем, нахуй, там, рельеф за ним. Имеем маску, которую в борт не пробьём. Борт башни, в которой пробьём. Борт корпуса имеем. Имеем нашу заветную землю. Ну, по сути, всё, что летит вот сюда, это пизда уже. Потому что, если мы сейчас попадём ему в катки, снаряд пронесёт ходовую, пролетит под днищем, нахуй. Ну, мы не попадём в броню, мы не нанесём урон. Вот 0-4, полное сведение. Давайте, чтобы протокол был. Вот я потрёс, это не запись, блядь, да? Потряс, вот всё. Вот автоприцел, руки с клавиатуры убрал. Вот полностью свёлся. Ещё раз слушайте звук. Звук сведения слушайте. О, услышали, да? Это у нас 0-4, прицел. Всё, пиздец, прицела нету, нам пизда, да? Всё, хорошо, без проблем. Едем ставить прицел. Пойду тебе на максимальную встречу. На самую максимальную, какую только возможно. На, пойду тебе не просто навстречу. Пойду тебе, блядь, это просто одолжение будет. Я не буду ставить прицел. Я поставлю трофейный прицел. Чтобы точность была ещё круче, блядь. То есть я поставлю не просто прицел. Я бы, блядь, боновый поставил. Блядь, просто бонового в игре нет. Блядь, погодите. Я ради тебя, может, за боны его куплю. Его он есть? Погодите. Не, нету прицела за боны. Братан, ну ради тебя воткну трофейку. Ради тебя. Блядь, там пацаны, видимо, не услышали. Ну, будем ждать, там, 15 минут будем ждать. Где ли он? 300 метров. Сводимся полностью под башню. Подождите. У меня в прицеле что, земля? И что, ходовая? Подождите, а что изменилось? И это я сделал тебе одолжение. Он на 300 метров стоит. Даже не 300... Сколько он? 311 метров, да, было? 300, еще ближе. Чем он ближе, тем он больше. А поскольку он больше, мне и попасть проще. Подожди, а что изменилось, блядь? Подожди. Мне по-прежнему нужно, чтобы снаряд полетел вот в эту область. Вот если бы прицел смог бы создать вот такой круг, а это да, это где-то 0.15. Я бы тогда сказал, блядь, прицел это круто. Я бы его, блядь, везде оставил. Потому что, ну, 0.15 точностью уже с натяжкой можно считать. Ну, потому что вот оно, 0.15. И да, действительно, тут куда ни полети, вероятность пробить крайне высокая. А что изменилось, блядь? А, нихуя ведь не изменилось. Ну, в принципе... Подожди, подожди, он пишет в чате. Ты думаешь, что просто наведя прицел на танк сможешь перебить обширный ролик, где челы лютую выборку набивали с прицелом и без? И где четко видно, что шанс попасть с прицелом в силуэт танка выше? Подожди. Ты мне в чат зашел. И сказал. Мне нужен танк без брони. Я тебе говорю... Не, даже не так все было. Я тебе говорю, приведи мне пример. Самый выгодный лично для тебя, чтобы я обосрался. Я тебе так сказал. Это все задокументировано, блядь. Ты долго думал, минуты 3-4. Я успел, блядь, отсосать на... Этам, блядь. На рудниках, блядь. Успел сыграть бой на... Этой хуйне с пальмами. И ты говоришь, дай мне средний танк Ой, ты сказал, дай мне слабо бронированный танк Бортом На средней дистанции И танк с точностью 0.4 Я тебе взял танк с точностью 0.4 Проебал 800 голды 800 Еще 10 проебу, чтобы оборудование снять Еще потрачу время, чтобы демобилизировать Эту хуйню ебаную с казаром Поставил тебе средний танк Слабо бронированный На 300 метров И есть реально Огромные, огромные, огромные изменения Они заключаются в том, что их нет Ты долбоеб, что ли, блять? То есть у меня только такой вопрос То есть, ну, ты действительно долбоеб? То есть, я тебе поставил танк Я тебе Трофейный, блять, прицел поставил И если снаряд Не полетит В рамках 0.15 Я ему нихуя не сделаю Потому что полетит, блять, куда угодно Нахуй В небо, в землю, блять В мауса, нахуй Везде, блять Что? По сути, ты просто схавал аргумент Насчет выборки Которая доказывает пользу прицела И дальше гнешь свою хуйню У тебя нету никаких аргументов По поводу выборки Потому что аргументом Но если уже углубляться в шизу ВГ и конторы, которая очень Очень хочет быть похожей на ВГ То мне нужна выгрузка статистики С серверов Ну, как там с деньгами? Ну, допустим, за игровой день Сколько за игровой день делают выстрелов? Вот миллиард Вот Это должен быть один и тот же танк С прицелом и без Со стрельбой Ну, пусть даже в разные танки Но плюс-минус с одной дистанции Это можно посчитать за аргумент Ну и разумеется, этот аргумент Точно так же разъебется об колено Потому что мы сразу же вспомним Количество пиздоболей со стороны ВГ И вспомним, что У нас нету кода игры на руках до сих пор Без которых Мы просто не можем утверждать Какой логике поддаются Снаряды внутри круга сведения Вот Так вот, я дочитаю Я дочитаю твое сообщение Это я тебе на первую часть ответил на Вот, свою хуйню Так ты сегодня челу говорил Про кушанье аргументов Ты занимаешься тем же Нет, я выполнил все твои просьбы Пошел у тебя на поводу И даже пошел на уступки Поставив танк сейчас ближе И поставив трофейный прицел И я увидел Что нихуя нет изменений Никаких Ну, никаких просто Поэтому Если бы 0.42 Я мог бы уменьшить до 0.15 С натяжкой Это можно было бы назвать Точность А знаешь почему с натяжкой? Потому что вот тут вот, например, стоит Е50 Видишь? Е50 И я его могу пробить голдой в лоб башни А вот давай представим Что у меня 0.15 А ты в курсе, что 0.15 мне не поможет? Потому... Блять, уехал Представим, что это Лоб башни Е50 Правее капельку маска Левее капельку скос Рикошет У Е50 тоже скосы Чуть ниже ВЛД Напоминаю, оно 150 у Е50М Именно поэтому только с натяжкой 0.15 Это точность Потому что вот если Леону в борт стрелять Ну да, 0.15 это точность Борт башни, борт корпуса Борт корпуса за гусеницами А вот если, например, в лоб башне Е50 хуйнуть То 0.15 уже не точность Уже надо, я не знаю, какие-нибудь нахуй 0.03, блять Так вот Ну как там с Дегами? Это, конечно, все очень здорово Только вопрос А почему прицел не помогает? Ты мне вот на... Вот, вот Е50 Вот 0.15 Ну примерно Ты посмотри в 0.15, что влазит И ВЛД И маска И скос А в этот скос его пробить невозможно Ни одна пушка в игре не пробьет Потому что рикошет будет Ну, ББХ и под колом По правилу трех калибров не пробить Там дохуя номинала А, подожди, но мне ведь надо в лоб башни попасть Но даже 0.15 не поможет Но у меня есть огромный Опять же, огромное снисхождение к тебе Поскольку я вижу, что ты именно шизофреник Ну, то есть ты отрицаешь реальность Обычно шизоиды отрицают реальность Ну, из-за своего заболевания Тебя никто не будет сажать в клетку Потому что, ну, больных людей нужно лечить А если человек неизлечимо болен Ну, тут все-таки Ну, так надо Его надо стараться В спецучреждении Его нужно изолировать Чтобы он не навредил остальным Поэтому, вот Тебя будут изолировать Но никто тебя не будет сажать Никто тебя не будет бить Просто будешь пить таблеточки И будешь в изоляции находиться Чтобы ты не навредил никому А чтобы ты, ну Чтобы ты не нанес вред самому себе Мы тебе рубашку Такую прикольную напялим Но, сразу скажу Мышцы будут болеть Да, будут отекать Затекать руки Потому что мало движения будет Но зато ты будешь Изолирован И никому не сможешь нанести вреда Ни себе, ни окружающим Я могу спорить дальше Можешь Действительно можешь Это потешно Но мне настолько смешно И одновременно стыдно Стыдно за то, что из-за меня Люди сейчас это смотрят Да, это вот Это хорошо, что ты это признаешь Это первый путь К излечению Назовем так Что я, пожалуй, дальше промолчу Это верно Это хорошее решение Но твое умение хавать аргументы Бессценно Ты знаешь Будь я лет на 6 помоложе Я бы сейчас на говно и зашел Но я видел охуительные ролики Как же канал назывался? Советский такой Может не советский уже Там, где доктора Такими сладкими голосами Общаются с шизоидами И сидят буквально с ними на Дистанции Вытянутые руки Я бы засал, честно Я с тобой полностью согласен Твои аргументы очень убедительные Ты абсолютно прав Не совершай, пожалуйста, резких движений Сейчас санитар тебя отсюда выведет Обсудишь с соседом по палате Ты абсолютно прав Все, что ты сейчас видел Это последствия терапии Всего этого не было Всего хорошего Главное, без резких движений Всем, кто поучаствовал, большое спасибо Вот Все Это все иллюзия Это исключительно иллюзия Еще раз Всем, кто зашел Огромное спасибо Это была иллюзия Вы этого не видели Ну как там с деньгами? Это иллюзия Да нахуй, ты иллюзия Субтитры любит тебя Субтитры создавал DimaTorzok